Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 20 августа. Я сейчас режу редкие сорта томатов. И про какие-то уже рассказала. Рассказала про трапезу влюбленных. Рассказала про перцевидный полосатый. Сейчас не могу несколько слов не сказать о черно-голубом хребте и не остановиться на нем. Потому что я села его сейчас режу, выковыриваю семена. Ну и сразу же ем, дегустирую. И меня поразила необычайная сладость этого томата. Вот до чего он сладкий, даже нет ни доли кислинки. Вы знаете, что некоторые томаты, когда я кушаю, я говорю, о, немножко кислит, кислинка. Но вот этот вот, я все вот эти серединки уже съела. Вот семена убираю, серединки съедаю. Сейчас я о нем расскажу. Это тоже редкий сорт. Ну, по крайней мере, в магазине я ни разу не видела. Я приобрела его по обмену тоже у частного коллекционера. У меня он под номером 190. Называется черно-голубой хребет. Сорт американский. И по внутренностям он похож на томат. Вот как полосатый шоколад. Его тоже полосатый шоколад откроешь. Вот смотрите, снаружи такие некрасивые, но не очень красивые черноплодные томаты. Здесь у него вообще темное долго-долго сохраняется. Потом она немножко-немножко делается темно-бордовым. Но все равно он плод такой, как с черна. И не очень привлекательный. Но когда его откроешь внутри, там такая ярко-малиновая вот эта мякоть. И вот эта вот мякоть, вот эта ярко-малиновая. Вот она самая вкусная. Там такая вкусная. Она прям тает во рту. Но тут опять нужно не ошибиться и дождаться до полного созревания. Потому что вы видите, не на всех есть вот эти вот малиновые сердцевины. Я-то вот когда семена выбираю, мне все равно, ну как, спелый он или переспелый. И вот видите, вот эти середки, они еще не сильно малиновые. Они, значит, будут менее сладкие. А те, которые я открываю, и вот с этими малиновыми сердцевинами, те вот самые-самые сладкие. То есть сладость приобретается только тогда, когда томат полностью вызревший. Попробовала вот такой поесть, который чуть, ну еще не дошел. Ну тут нет его уже. Который не очень малиновый, вот этот вот пятно. Не очень сладкий. И если вы попробуете, плод чуть-чуть недозрелый, вам может показаться, что сорт невкусный. Но сорт очень вкусный. Главное, терпеливо дождитесь до конца. Вот он похож, я вам говорила, уже похож вот на индийское мясо. Вот у меня индийское мясо. Там тоже плоды, которые сильно спелые, их открываешь. У них прям вот эта малиновая роза посредине. Вот как цветок распускается красный. Вот именно вот такие плоды с малиновой середочкой самые вкусные. Этот сорт отличается еще тем, что у него картофельный лист. И если общие характеристики, то он высокорослый, индотерминатный. Плоды крупные, плоскоокруглые. Сначала они такие прям черноватые, потом начинают буреть, буреть. Делаются сначала они вот такие, потом делаются вот такие с красным немного отливом. Разрезаешь внутри мякоть черно-красная. И на вкус прекрасная. Очень сладкий. Рекомендую. Это, конечно, редкий сорт. Все-таки не все, некоторые высаживают, выращивают только вот для массового производства, чтобы что-то приготовить. Но вот этот сорт, он такой, он у меня тоже новинка, всего второй год. Мне он очень понравился. На будущий год буду тоже высаживать. Для души просто полюбоваться, просто узнать, какие есть еще томаты всякие диковинные. И на вкус очень вкусные, вы не пожалеете. Если терпеливо дождетесь до полного созревания. Все, до свидания. Вот. До свидания.